Всем привет! Расскажу, как за считанные минуты приготовить целую гору потрясающей выпечки к чаю. Без замешивания теста делается проще простого. Еще и подскажу несколько вариантов начинок. В качестве теста используем готовое слоеное, купленное в магазине. У меня оно дрожжевое, без дрожжевое тоже подойдет. Раскатываем его не слишком тонко, чтобы тесто не рвалось. Должен получиться примерно вот такой квадрат. Делим его на 4 треугольника вот таким образом. То есть, условно разделили квадрат на две половинки и каждую половинку разрезали по диагонали. И все, переходим к начинкам. Один из вариантов сделать начинку шоколадной. Для этого пару плиток шоколада кладем в основании треугольника и сворачиваем вот в такой рулет, чтобы получился круассан. Вкуснее всего получается, если брать молочный шоколад. Еще один вариант начинки – вареная сгущенка. С ней получаются не менее вкусные круассаны. Пока, возможно, на этапе скручивания круассаны выглядят немного странновато. Но в процессе запекания они, во-первых, увеличатся в размере, а во-вторых, все огрехи скроются. Третий вариант начинки – варенье. Лучше брать густое и, естественно, без косточек. А еще лучше взять повидло или джем. Вот это будет совсем идеально, потому что варенье в процессе запекания будет немного вытекать. Но это не страшно. Главное – стараться наносить варенье больше по центру, чтобы оно не выливалось с боков. Начинку для круассанов можно делать не только сладкой, но и соленой. Например, используя сыр. Будет очень вкусно, особенно если делать с утра кофеечку. Получится просто божественно. Слойки перекладываем на противень. Даем минут 10 постоять и после смазываем яйцом. Запекаем минут 20-25 до готовности. Посмотрите, какие они получаются. Пышные, румяные, красивые, как настоящие круассаны. Не обязательно делать все 4 начинки. Можно выбрать одну-две под свой вкус. Главное, что готовится все очень-очень просто. Заранее вам приятного аппетита!